Здравствуйте! Очередная неделя подошла к концу, а это значит, что настало время подводить итоги. Меня зовут Полина Гладких, смотрите далее. Карантинные меры. Временные ограничения на спортивные мероприятия ввели в Верхней Салде. Впереди планеты. В честь Дня науки рассказываем о том, как работают исследователи в СМПО АВИСМА. И любовь на Большом заводе. Ко дню Святого Валентина покажем милые семейные истории. Коронавирусные сводки по-прежнему остаются в топе новостей. В Верхней Салде все спортивные мероприятия поставили на паузу из-за пандемии. С 8 по 20 февраля взять оборудование на прокат на горе Мельничной смогут только совершеннолетние посетители. Закрыты залы и бассейн в спорткомплексе «Чайка». Переносится комплексная спартакиада трудящихся. Также отменены занятия в детских секциях. Однако юные спортсмены не собираются терять форму и занимаются самостоятельно. С нами они поделились кадрами домашних тренировок. Качественная диагностика сердца стала доступнее. В медико-санитарной части Тирус появился новый аппарат УЗИ. Как он поможет и врачам, и пациентам, расскажет Ксения Соловьева. Доктор Владимир Чичиланов знает самый прямой путь к сердцам пациентов. Уже более 25 лет занимается диагностикой и ультразвуковыми исследованиями. В январе в его распоряжение поступил новый ультрасовременный аппарат итальянского производства для обследования сердца и крупных сосудов. Новый аппарат уже имеет функции тканевого доплера. Но, чтобы было понятно, если старый аппарат позволял определять скорость, например, только кровотока внутри сердца, то новые функции уже позволяют определять скорость движения своего миокарда. Очень большую помощь оказывают в диагностике ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда. То есть, ну, это современные уже требования, современных технологий. Новинка пришла на смену устаревшей медтехнике, которая отслужила диагностом 15 лет. Итальянец входил в инвестиционные планы медсанчастия на ближайшие годы. Ускорить покупку помогло личное участие генерального директора Дмитрия Осипова. Аппарат очень современный. И я говорю об этом с гордостью, потому что таких на сегодняшний день в России несколько штук есть. Почему в Салде? Потому что доктор есть. Есть доктор, который достоин этого прибора и который сможет посмотреть, описать все и помочь нашим пациентам. Это отпадает необходимость поездки в Екатеринбург, в Тагил, постановка диагноза на месте. По словам медиков, потребность в УЗИ-исследованиях с каждым годом растет. Только сегодня в медсанчасти Тирус она составляет до полутора тысяч человек в год. Удобно тренироваться и приятно побеждать. Спортсмены верхней Салды и Березняков получили новую форму и уже продемонстрировали ее нашим журналистам. Самый настоящий модный показ прямо сейчас. В тяжелоатлете все должно быть прекрасно. И лицо, и мышцы, и форма одежды. Крутую брендовую экипировку подвезли на днях нашему мистеру Титану Максиму Волкову. У меня что-то было, но частично. И уже все старое. Те же штангетки у меня были почти на два размера больше. Мне приходилось подкладывать вату. Новенькая форма облегченная и не сковывает движений. В такой одежде новые рекорды обеспечены. Напомним, что мастер спорта Максим Волков многократный чемпион Свердловской области. Победитель всероссийских турниров Железная лига Гераклиона. На соревнованиях Салдинский богатырь выступает под флагом ВСМПО «Ависма». Как бы сильны мы не были, но дополнительная поддержка нам подает дополнительные силы. Хотелось выразить от своего лица благодарность генеральному директору корпорации Дмитрию Васильевичу Осипову, так как эта экипировка мне прослужит на очень долгий срок. Теперь форма наших спортсменок выглядит вот так. Дизайн в бело-голубых тонах девчонки выбирали сами. Каждый комплект украшен фирменным логотипом. В новом образе наши спортсменки уже провели две игры на краевом турнире по меню футболу, где они выступают и пока занимают там второе место. Желаем футболисткам Овисмы не сбавлять обороты и продолжаем следить за их успехами. Смотрите во второй части выпуска. Впереди планеты. В честь Дня науки рассказываем о том, как работают исследователи в СМПО Овисма. И любовь на Большом заводе. Ко Дню Святого Валентина покажем милые семейные истории. Каждый раз, когда мы болеем, наш иммунитет ведет невидимую борьбу за жизнь. Пожилым людям и людям с ослабленным иммунитетом эта борьба дается сложнее. Часто самые распространенные заболевания дают осложнение. Помочь может вакцинация, которая обеспечит личный иммунитет к инфекции множеству обычных людей. А это множество вакцинированных уже создаст коллективный иммунитет, который снизит риск болезни для незащищенных и ослабленных. Защити себя и своих близких. Поставь прививку. Уже более 20 лет 8 февраля в России отмечается День науки. На ВСМПО Овисма однозначно есть кого поздравлять с этим праздником. Научно-технический центр на протяжении многих лет обеспечивает корпорацию с современными разработками и исследованиями. Помогает оставаться лидером на мировом рынке. В честь праздника покажем, как трудятся наши ученые. Анатолий Волков руководит отделом аналитического обеспечения. Это одна из областей научно-технического центра ВСМПО, которая занимается изучением микроструктуры металла. Благодаря современному мощному оборудованию инженеры способны определять структуру титана и управлять процессами его обработки. Мы стоим рядом сейчас с растровым электронным микроскопом. То есть у нас их на предприятии два. И они позволяют получать информацию с разрешением до 1 нанометр. То есть это увеличение порядка 100 тысяч крат. Плюс они позволяют на этом же приборе. Мы можем узнать химический состав вещества. И это методом уже энергодисперсионного анализа. И этим же прибором мы можем определить кристаллографическую ориентировку кристаллов в пространстве. Как кристаллы лягут по металлу, зависит от способов плавления или деформации образца. Здесь уже включается физика прочности и фазовых превращений. А вот сами испытания металла на ВСМПО проходят уже в специализированных лабораториях. Основное направление деятельности нашей лаборатории – это испытания на усталость при повышенной, при комнатной температуре с контролем деформации напряжения и на скорость роста усталостной трещины. Также у нас проводятся испытания на растяжение при комнатной, при повышенной температуре, КСТ, длительная прочность. В основном наша лаборатория по испытаниям на усталость занимается ресурсными испытаниями. Это для таких очень крупных заказчиков – Boeing, Airbus. Очень много производим изделий в рамках ВСИ, разрезок. В России эта лаборатория – одна из немногих, которая занимается усталостью с контролем по напряжению и деформации. В СМПО ежегодно участвует в сравнительных мировых испытаниях, чем подтверждает свою квалификацию. Оснащена у нас лаборатория современными испытательными системами МТС – это американские фирмы, это сервогидравлические машины максимальным усилием 100 кгн, позволяющие проводить и оснащены с программным обеспечением, позволяющие регистрировать и проводить испытания разных типов образцов. И это лишь малая часть из огромного пласта исследовательских работ сотрудников научно-технического центра предприятия. Сегодня над улучшением технологических процессов производства трудится 523 человека. Всех их объединяет одна цель – удержать качество выпускаемой продукции на высоком уровне и найти новые прогрессивные способы обработки металла. Полина Гладких, Юлия Вершинина и Евгений Марычев. Новости в СМПО «Ависмо». Есть и еще один повод отметить 8 февраля красным цветом в календаре. Именно в этот день, в 1960 году, работниками тогда еще магниевого завода в Березняках был получен первый титан. Рассказываем коротко, как это было. Тогда об этом историческом событии не писали в газетах и не рассказывали по радио. Все прошло буднично, без помпы, под грифом «секретно». Производство титана в Березняковской металлурге во главе с директором завода Циринщиковым начинали с нуля. Рабочие вместе с учеными-производственниками сутками не выходили из цеха. Они экспериментировали, высчитывали, испытывали. Им меньше, чем за пятилетку. Выпуск титана увеличился на 64%. Мы тогда работали по принципу общественной, высшей личной. Еще не один год ушел на то, чтобы качество нашего титана поднялось до мировых стандартов. Это позволило предприятию пережить кризисы и смену эпох. А в 2005-м Березняковский комбинат и Верхнесалдинское производственное объединение слились в корпорацию. Вот это, наверное, первый такой, как бы, обидимый и ощутимый всеми итог вот такой целенаправленной деятельности обоих заводов на встречу друг другу. Сегодня продукцию в СМПУ «Ависмо» покупают в десятках стран тысячи компаний. Среди них такие асы самолетостроения, как «Боинг» и «Аэрбас». А в России и странах СНГ нет ни одного авиационного двигателя, самолета и вертолета, где бы не применялся «Уральский Титан». Совместить работу и любовь легко, и мы теперь в этом нисколько не сомневаемся. В ближайшие дни влюбленные всего мира будут дарить друг другу валентинки, а мы дарим вам две красивые истории из двух уральских городов. Большой корпорации «Большая любовь» смотрим! Ну, познакомились мы как раз вот в этом цехе в пятом. Поднималась, когда по лестницам в цехе, по верху шла на кран. То есть вот он улюбовался мной. Да, когда устроилась и на цех, сразу решил познакомиться. И вот познакомились, и начали жить вместе. Группа все время находится, то есть в графике 5-2 работает с утра, а я бываю и в 5-2 работаю, и в 1-1, и в 2-2, то есть по-разному. Но когда мы совпадаем, то есть в 5-2, мы очень рады. Мы, потому что не любим разлучаться, мы стараемся как можно чаще быть вместе. Ну, чаще, конечно, дома, но на работе тоже видимся. Сейчас работаю вот на этом кране, и он ко мне все время заходит сюда в гости. Мы маленько пошепчемся тут и расходимся. Мы всегда все делаем вместе. Строимся вместе, в огороде ковряемся там, что-то копошимся там, что-то садим, выкапываем мы тоже все это вместе. И у нас есть свое хозяйство, то есть небольшие собачки, кошечки. Мы ходим в походы, в лес, на лоскетах катаемся, на лыжах ходим, за грибами, да, это обязательно каждый год. Познакомились в техникуме. После школы, после 9 класса попали в техникум, в одну группу, так и познакомились. Мы общались в общей компании, дружили, везде вместе проводили время. Компании наши объединились. Да, ну, потом мы отделились от компании. Я помню простой случай, он пошел на соревнования по плаванию. И вот это, наверное, был такой момент, как бы переломный или как. Я пошла с ним, я одна единственная. Я пошла, он выступил, даже не помню, что там конкретно было. А потом мы пошли в лесу, этим, по парку, вот зимой. И там как-то... Познакомились ближе. Мы на ВИСМУ вместе пришли. После окончания техникума, мама с папой настаивали, чтобы я по специальности устроилась. Вот пошла я в 37-й цех, и Рустам со мной пошел. И вот еще сколько там продлилась наша такая... Ну, наверное, уже вот здесь такая серьезность начала оформляться. Да, у нас такой самостоятельной жизни, это не было долго без детей. Мы закончили техникум, забота ушла, появилась работа и, можно сказать, дети. И привычка такая, что в техникуме мы были всегда вместе. Мы в одном помещении сидели, общие друзья были. И в институте также. Поэтому здесь мало что изменилось. Мы пересекаемся так косвенно. Обсуждаем работу, вот он тоже рассказывает часто про видеонаблюдение, как там, что он ставит, как с людьми разговаривает, все рассказывает. Нас Рустам часто вытаскивает куда-нибудь в бассейн, куда-нибудь вот он едет в свои соревнования, все время тоже нас тянет с собой. Вот это, можно сказать, такая традиция. Близится еще один праздник – День защитника Отечества. Дорогие девушки, если вы хотите необычно поздравить своих мужей, друзей, коллег, присылайте свои видеопоздравления на нашу почту до 16 февраля. Мы выберем лучшие и покажем в специальном праздничном выпуске. И еще одна хорошая новость. Абоненты кабельной сети «Квант» могут смотреть нас ежедневно в аналоговом вещании 43-й канал, в цифровом – 45-й. На этом у меня все. Следите за новостями вместе с телевидением в СМПО «Ависмо» и сообщайте, если стали свидетелями интересных событий, а мы расскажем об этом в эфире. Любите друг друга, берегите друг друга и, главное, будьте здоровы. Увидимся! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА